Хочешь покупать крутые игры по самым низким ценам? BroGamer лучший магазин для тебя! GTA 5, Assassin's Creed, Minecraft лицуха и многое другое! Всё это ты найдёшь на самом лучшем магазине BroGamer! Загляни в описание! Амшалюм, шалюм, шалюм! Сразу хочу предупредить, что этот ролик ни в коем случае не рекламный. Мне никто не платил за рекламу, я просто решил сам сделать разбор трейлера этой игрушки. И речь сегодня пойдёт о такой игре, как Hytale. Это игрушка от Hypixel Studio. Знаете, есть такой популярный сервак в Майнкрафте, вы тысячу раз о нём слышали. В общем, они собрались и сделали свою игрушку, что-то наподобие Майнкрафта. И я хотел бы выразить своё мнение, рассказать вам, что я об этом думаю. Возможно, вы со мной согласитесь или же не согласитесь. И давайте-ка же мы с вами приступим к просмотру трейлера. Итак, начинаем. Hypixel Studios. Итак, что мы видим с вами на первом кадре? Во-первых, мы с вами видим, что здесь есть какие-то хаотичные постройки. Также тут есть вот такие вот странные персонажи. Броня. Видимо, там можно будет жарить еду через костёр. Хотя, возможно, это анимация, я не уверен. Также у нас есть птицы, деревья. В общем, почти что всё то же самое, как в Майнкрафте. Только немножечко графика получше. На самом деле, мне это даже напоминает Майнкрафт с каким-то текстурпаком. Ладно, идём дальше. Скорее всего, кстати, здесь даже будет магия. Потому что есть скипетр вот у этой девушки, женщины, бабули, я не знаю. Лиса и кролик. Кроликов и зайчиков в Майнкрафт добавили. А вот про лису ходили слухи. И Хайтел впервые анонсировали этого питомца или же животного. И, кстати, что-то мне подсказывает, что лису можно будет приручить. Потому что, посмотри, как она гонится за этим зайцем. Как бы я не думаю, что показывали бы в трейлере элементы охоты животных на животных. Но, скорее всего, лису можно будет как-то приручить. Ну, а также тут можно будет сделать свою ферму. Построить также свой дом. Как вы, наверное, заметили, здесь немного больше элементов декора, чем в Майнкрафте. Например, здесь есть вот такая вот листва. Вот такая вот необычная крыша. Ну, по крайней мере, такого в Майнкрафте я точно не видел. На этом кадре мы также с вами видим пугало. Возможно, тут будут птицы жрать ваш огород. Вот представь, что такое добавят в Хайтейле. Это будет просто гениально. Смотрим дальше. Такс, пока что я вижу явный клон Майнкрафта. Смотри, морковь, бревно, печка. Вот почти все то же самое. Даже кузница там была. Ну, вот, кстати, песиков здесь немного иначе реализовали. И чикинов в целом. То есть здесь есть даже какие-то цыплята. Здесь есть курочки. И цыплята выглядят немного по-другому. Они желтого цвета. Ну, впрочем, как и обычные цыплята. Мне кажется, этого как раз-таки в Майнкрафте не хватало. То, что когда ты там куриц скрещиваешь, то появляется просто курица с огромной головой. А здесь это реализовали, как в каком-то мире Лего. Рубка деревьев. Такая же, как в Майне. И добыча всяких полезных ископаемых. Тоже, как в Майнкрафте. Вон там, видимо, скорее всего, крафтовый стол. Выглядит он, конечно, не как верстак. Зелье варенья. Опять же, кузница. Сова! Офигеть! Здесь есть офигенная сова, которая следит за тобой. Смотри, как она поворачивает головой. Хм. Да, вот эта вот локация, которая была вот секунд назад. Ночной лес. Выглядит очень классно. Очень классно. Посмотри на саму луну. Посмотри вот на эти всякие огоньки. Ааа, мне уже хочется поиграть в эту игрульку. Так, 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 погоди-ка. Мы что-то важное пропустили. Вот, смотри. Тут есть какие-то существа. Точнее, какие-то жители. Знаешь, они мне чем-то напоминают ленивцев. Скорее всего, это и есть ленивцы, или же какие-то снежные люди. Но больше склоняюсь к тому, что это мир ленивцев. Здесь очень много листвы, и более вероятно, что это просто, знаете, такая маленькая избушка этих ленивцев. Они рыбачат. Возможно, с ними можно будет закорешиться, как с жителями в Майнкрафте. Также здесь есть вот такие вот жильцы, обитатели, называйте как хотите, обитатели этой планеты. Вот такие вот маленькие чувачки с кустиками на голове. Дитя деревьев, я бы их так назвал. Но на самом деле у них даже есть свое имя. Сейчас я нахожусь на сайте Хайтейла. И здесь у них очень много разных прикольных фоточек. Но мы их позже немного разберем. Давай-ка мы с тобой посмотрим, как зовут этих чувачков. Вот же он. Я не знаю, как его зовут, но выглядит он забавно. Давай-ка посмотрим. Квибик. Квибик. Или Квебек. Короче, вот так вот называется эта картинка. Но, скорее всего, его зовут Квибик. Это у нас Квибики. О-о-о-о-о-о. Погоди, здесь даже есть снежный биом, ты представляешь? Снежный биом с медведями полярными. Вон там вот какая-то вдалеке избушка на курьих ножках. Не думаю, что это дом какого-то игрока. Я больше склоняюсь к тому, что это, опять же, какие-то жители вот эти вот лесные. Возможно, ленивцы. Возможно, они обитают в разных биомах. Офигеть, какой классный каньон. Просто офигеть, какой классный каньон. И посмотри вниз. Там у нас есть ослики. Скорее всего, можно будет перемещаться прямо на осликах. Вот по таким вот локациям, чтобы скоротать свое время. Но выглядит пока что это все очень красиво. Также тут есть вот такие вот злобные мобы. Осы, тараканы, пауки. Но, скорее всего, это просто какие-то летающие тараканы. Похожие на пауков. Смесь каких-то ос. Я вижу, тут есть небольшое жало маленькое. Возможно, это их детишки там резвятся. Короче, выглядит это тоже крипово. Вот эти вот маленькие гусеницы, они прям такие мерзкие. Вот, посмотри на них. Вот они. Ааа, фу. Ползут. Тролли? Хм, возможно, мы с вами видели дом тролля. Вот на предыдущих кадрах, что это был дом какого-нибудь орка или же тролля. Здесь можно будет защищаться щитом. Воздушный шар! Хм, мне кажется, вот этого не хватало в Майнкрафтике. Огромный снежный Йети. Да, это Йети, скорее всего. Смотри, у него какой-то прокачанный меч. Видишь, что таура какая-то огненная. Вау. Он классно бросается блоками, но было видно, что это анимация. Так что, возможно, этого в игре вообще не будет. Остров. Опять же, питомец какой-то, который сидит рядом с пиратами. Возможно, здесь будет бухта пиратов. Это реально классно. Подводный мир достаточно насыщенный. Выглядит тоже достаточно красиво. Подводные данжи. Подземные данжи. Да, чувак на вагонетке спускается. Открывает какие-то ворота. На него нападают Тумбы-Юмбы. Я не знаю, как их зовут. Я их назову Тумба-Юмба. Это, видимо, адский мир был у нас. Да, вот этот вот адский цербер. Какое-то огненное существо. Кстати, видно здесь луну. Возможно, это какая-то кровавая луна из параллельного мира. Возможно, тут будут порталы в другие миры. Паук. Ааа, какой паук. О май гад. Тоже какой-то босс. Пещерный, видимо. Вот. О чем я вам говорил. Здесь будет магия, чуваки. Здесь будет магия. Это офигенно. Награда какая-то. Порталы. Комьюнити-сервера. То есть здесь спавн уже, в принципе, похож на спавн хайпикселя. Возможно, они сделали своего рода такую небольшую отсылочку. Комьюнити-сервера. Это означает, что вы сможете сами сделать свой сервер для игроков. Здесь, кстати, очень интересная система создания серверов. Они, конечно, подзаморочились. Думаю, мультиплеер здесь будет классный. Мини-игры здесь тоже однозначно крутые. И делаются они достаточно просто. Хангер Геймс. И вот всякие вот эти вот мини-волосы. Вот это вот было классно. Вот это вот было классно. Такого в Майнкрафте точно не сделать. Моды встроенные сразу же в игру. Представляешь себе? Моды встроенные в игру. То есть ты можешь сделать какой-то режим, на который бы потребовались моды в Майнкрафте. Без модов в Хайтейле. Вот это классно. Пауэрфул Тулс. Давай-ка мы с тобой посмотрим поподробнее на эту панельку. Слева у нас есть прыжки. Короче, мы, возможно, можем программировать этих мобов при создании сервера. Эпик Эдвенча. Эпичные приключения. Опять же, какой-то голем здесь есть. Вот кастомайз персонажей реально очень классный. То есть создание персонажей здесь просто превосходное. Здесь есть прическа, цвет глаз, размер глаз, возможно, стартовая какая-то одежда, размер рук, очки, уши, эмоции твоего персонажа. Да, здесь достаточно большой объем вот этих вот всяких кастомайз функций, косметических функций для создания персонажа. Можно смотреть видео вместе. Ой-ой-ой, погоди, я уже не успеваю, серьезно. Создавать мир сразу же в этом модуле. Вот в этой вот панельке ты можешь расставлять дома. Ну, то есть проектировать свою локацию. На свое усмотрение, просто ставить сразу же готовые домики, чтобы самому там в режиме креатива все это дело не отстраивать. Это удобно. Делай мувики. Хм. Выглядит классно. Вот эта вот вагонеточка киношная. Вау. И компьютер какой-то. Прям целая локация съемочная. Я думаю, здесь реально можно будет мутить классные мувики. О, создание. Создание мобов. Смотри, тут что-то можно запрограммировать. Hytale Super Secret Page. Здесь вот такая вот небольшая отсылочка. Мы позже откроем эту страницу. Live Scripting. То есть можно будет скриптить новых мобов. Возможно, создавать каких-то новых животных, персонажей, игроков, питомцев. Какие-то способности добавлять для всяких этих животных, которых ты сам создал. Все это можно будет делать в Live Scripting. Trigger Editor называется. Программка. Возможно, она будет встроена сразу же в игру Hytale. Это полезно для разработчиков. Дракон. Дракон в мире. Дракон в общем мире. То есть не где-то там в Эндер мире и где-то там еще. А скорее всего он находится вот в том мире, где мы сражаемся. Судя по небу. Хотя, возможно, это локация мертвых. Судя по скелетам в начале вот этого вот фрагментика. И дракону, у которого ребра видны. И все его внутренности. Возможно, это мир скелетов. Это тоже будет классно, я думаю. Деревня скелетов. Hytale. Да, однозначно. Однозначно я буду играть в эту игрушку, когда она выйдет. Прямо 100%. Я думаю, что эта игрушка составит серьезную конкуренцию Майнкрафту. Потому что это что-то новое. В Майнкрафт люди уже устают играть. А Hytale это что-то новое, что вот просто вот взбодрит всех этих игроков. И заставит поиграть именно в эту игрушку. Потому что Майнкрафт достаточно медленно обновляется. А я думаю, что чуваки, которые держат крупные сервера в Майнкрафте. Точно знают, что хочет аудитория. Поэтому я думаю, Hytale не будет допускать ошибок Майнкрафта. И они сделают все бомбически. Короче, я жду эту игрушку. Вот серьезно, очень сильно жду эту игрушку. Так, ну а теперь давайте мы с вами перейдем на сам сайт Hytale. Для начала я хотел открыть вот эту вот страничку. Супер секрет пейдж. Я эту отсылочку сразу же понял. Your dedication is impressive. И посмотри на этого бычка. Мы любим тебя. Что делает турбо чекен? Или это сделал турбо чекен? Возможно там будет такая курица, как приколюшка, добавленная в игрульку. Типа турбо чекен. Возможно курицы смогут залазить на этих бычков. И мы как раз таки узнали о существовании нового животного. Это бычки. Вот эти вот буйволы. Буйволы. Не бычки, а буйволы. И давайте мы с вами зайдем в медиа. Что мы с вами видим в медиа? Тут у нас есть куча-куча боссов. Это мы уже поняли по трейлеру. Далее у нас есть огромный открытый мир, который возможно будет генерироваться. В этом мире мы будем постоянно попадаться на всякие деревни. Деревни всяких разных существ. Я думаю, что это не последние деревни, которые мы видели. И не последние места обитания всяких разных жителей. Я думаю, что нам многое не показали в трейлере. Посмотри на эти красивые арты. Вау. Просто вау. Это World of Warcraft в мире Майнкрафта. Это что-то классное. Вот, кстати, альтернативные вселенные. О чем я вам и говорил. Карпак, Нексус, Орбис. Орбис это, видимо, стандартная планета, на которой мы будем находиться. Нексус это, видимо, планета, где будут обитать всякие мертвые. Дракон, скелеты и прочее. Ну, а остальные планеты я не знаю, для чего они, в принципе. Описание данжей. Гоблин база. Всякие контейнеры, бочонки, которые мы сможем открыть или же разбить и достать из них что-то. Ааа, рисунки, разные приспособления. Кстати, джетпак. Джетпак там будет. Это классно. Бэк пропеллер. Пропеллер, на котором сможем летать. Механические крылья. В общем, здесь будет много разных приколюшек. Ааа, что это у нас? Это у нас всякие разные зоны. Это, видимо, порталы, о которых я вам и говорил. Что здесь будут порталы. Также тут будет, видимо, деревня этих фиронов. У которых будут шаманы. Которые могут зачаровать твою броню. Классно. Разные постройки. Руны. Ааа, комната с каким-то... С каким-то троллем. Да, тролль одноглазый. Циклоп. Зеклопс. Хиддей Хоул. А, это, видимо, база циклопа. Ха-ха-ха. Возможно, здесь будет кракен. Ну, я думаю, он здесь будет. Это же не просто кракен. Это вот эти вот питомцы, которых мы видели. Кьюбиксы. Я был прав. У них будет разное оружие. Копья. Рогатки. Также все эти квибиксы живут в огромном дереве. Потому что вот рисунок. И тут что у нас написано? Тут у нас нарисована схема дома. Вход. Ааа, жилая комната. Спальня. В общем, можно будет, возможно, прогуляться прям по их домику. Пирамиды Хеопса. Тирекс. Кейврекс, точнее. Это динозавр с фонариком. Рапторы. Ааа, доисторические курицы. Макака. Макака. Макака здесь явно в тему. Это у нас какие-то данжи, видимо, подземные. Морские существа. Аа, мертвый глаз. Войд-е. Войдовские животные. Войдовские рыбы, которые обитают под водой. Разные мечи, разные кинжалы, разные скипетры. Это классно. Короче, все это очень классно. Но это, опять же, концепт арты. Поэтому, возможно, что-то из этого не добавят. Давайте я с вами поделюсь своим мнением, что я думаю по поводу этой игрушки. Я думаю, что у этой игрушки до релиза удалось набрать огромную фан-базу. И, как минимум, процентов 10 из этой фан-базы останутся играть в эту игрушку. Достаточно сильный конкурент Майнкрафту. И вот вы просто посмотрите на эти концепт арты. Вау. 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 У меня просто нету слов. Разные деревни. Это вот серьезно. Это новый World of Warcraft в мире... В мире... В мире... В мире Майнкрафта. Может быть, что-то еще интересное найдем? Хех. Мирены. Оружие троллей. Хм. Возможно, можно будет убить этого маленького орка или же тролля. И забрать его оружие. Будет такой вот дропчик с него падать. Ну что же. На этом мой ролик подходит к концу. Если вам понравился этот разбор трейлера, обязательно поставьте свой лайк и подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Я оставлю ссылочку на трейлер в описании. Если что, вы можете сами посмотреть трейлер. Я это делаю только для того, чтобы игрушка набрала более обширную фан-базу. Я знаю, что вы обожаете такие игрушки, платформеры, адвенчии игры. Поэтому просто будем ее ждать. Надеюсь, она в скором времени выйдет и нам удастся в нее поиграть. Ждите огромного прохождения по этой игрушке. Будет много чего интересного. Ну а вы оставайтесь такими же крутыми и веселыми. Адьес. Адьес.